МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гидрохлорид – это бесцветное вещество, обладающее резким запахом. Используется при производстве соляной кислоты, в гальванопластике и при травлении металла. Насколько опасно превышение нормы в 10 раз, новости ДВК спросили у специалистов. Давайте послушаем. Если концентрация выше ДВК, это опасно. А если в 10 раз, это опасно в 10 раз. Гидрохлорид – это пары соляной кислоты в воздухе. При высоких концентрациях создается дополнительный риск для раздражения легких. И это способствует тому, что дополнительные вещества будут более свободны проникать в кровь и ослаблять иммунитет. Дышать соляной кислотой чрезвычайно вредно. Я вам так скажу. Когда мы заказываем стандартные образцы для настройки приборов, которые анализируют АШХО, эти образцы изнутри покрываются тефлоном. Потому что это очень агрессивное вещество, которое разъедает даже металлы и другие структуры. Может повреждать их существенно. И поэтому, попадая в наши легкие, естественно, наносит даже в таких концентрациях необратимые последствия возникать. Появление гидрохлорида в Кировском районе и в такой концентрации в практике специалистов впервые. Чтобы установить источник, потребуются специальные измерения. В расследовании могла бы помочь передвижная эколаборатория. В Красноярске такая есть, правда, до сих пор не используется. Город не может найти средства на ее эксплуатацию. Напомним, в феврале Росгидромет опубликовал рейтинг самых грязных городов страны, где Красноярск занял девятое место. По данным специалиста федерального ведомства, в 2015 году концентрация гидрохлорида только дважды была превышена в 13 раз. 47% от месячной нормы осадков. Такие показатели зафиксировала станция Росгидромета на Дудинской после вчерашнего ливня. Остальные посты зафиксировали количество осадков в половину меньше. Заведомо предсказать, куда придется шквал непогоды, не позволяет систему мониторинга. Об этом сегодня рассказали новостям ТВК-метеорологи, подводя итоги вчерашнего дождя. Во вторник данные о погоде менялись трижды. Суточные сводки предсказывали лишь небольшой дождь. К 6 часам утра появилась информация об умеренных осадках. В 9 утра после обновления спутниковых данных гидрометеоцентр разослал штормовое предупреждение. Через час город поплыл, а машины, откачивающих воду, можно было пересчитать по пальцам. Коммунальщики заявили о низкой информативности прогнозов. Вот фрагмент вчерашнего эфира, летнего интервью на ТВК и пояснение краевого гидрометеоцентра. Гидрометеоцентр дает данные по интернету. В принципе, на них сильно, на них только можно ориентироваться. Чуть-чуть. То есть такого прямо предупреждения серии «Уважаем с АТП» в течение трех часов ожидаются обильные осадки. Будьте готовы. В основном берем данные с интернета. То есть заходите просто на любой сайт, смотрите будут ли осадки? Да, не знаю. И сравним, где какие осадки. В 9.25 было составлено штормовое предупреждение. И по схеме у нас существует схема распространения штормовых предупреждений. Тут же было посредством звонков передано в соответствующую службу. В первую очередь мы передаем диспетчерской службе 2.05. Даже если бы мы предупредили, скажем, за сутки, как к этому подготовиться. Где предсказать, что выпадет такой интенсивности дождь? На одной станции столько, на другой в два раза больше. Потом в соседнюю городу метеостанция Наминино, там выпало всего 2 мм осадков. Нависают над окнами детской площадкой. Жители улицы Гладкова боятся опасных, по мнению, деревьев. Несколько дней назад сильный ветер часть из них сломал полностью. Другие надломились так, что даже от небольших осадков или легкого ветра они могут рухнуть, говорят жильцы соседних домов. Управляющие компании «Жилфонд» обещали выехать на место и проблемы устранить. Потому что, по словам жителей, городские службы подпиливают только те деревья, которые мешают проводам. Вот что рассказала новостям ТВК одна из местных жительниц. Дети висят на этих деревьях и травматизм может быть. Они падают. Вообще-то деревья старые. Их надо спиливать давно. Прокат велосипедов, странная спортивная площадка и все те же кафе. Почти месяц назад депутаты горсовета и общественники провели масштабную инспекцию Красноярской набережной. Сначала проверили, что происходит на участке от Рейхпалаты до Коммунального моста, затем от моста до Культурно-исторического центра. Что изменилось после инспекции? По набережной сегодня прогулялась моя коллега Дарья Тарасенко. Сейчас мы находимся на набережной, той ее части, что принадлежит центру спортивных клубов, а ранее была бесхозной. 21 июня новый собственник пообещал, что этот участок набережной избавит от летних кафе, ну и вообще приведет в порядок. Давайте посмотрим, что изменилось. И начнем сразу с позитивных изменений. Вот здесь, на этом месте, раньше было кафе, сейчас ничто не мешает любоваться нанесей. На этом, похоже, хорошие новости заканчиваются. Буквально через несколько десятков метров снова шашлычка с очень неприветливыми работниками. Видите отсюда? Почему? Вы не имеете право сюда заходить. Видите отсюда? Почему мы имеете право? Видите отсюда? Так, не трогайте, пожалуйста. Убери камеру. Перестаньте. Давай, вишня отсюда. Мы хотим поговорить с вами. Я сейчас сломаю там. Собственник вот этой территории говорил, что не будет здесь кафе. Почему вы еще работаете? Девушка, вы видите отсюда? Нет, мы не выйдем. Вы не имеете право? Мы имеем право. Почитайте закон о СМИ. Девушка, мне привезет закон о СМИ. Я сейчас возьму и выкину камеру. О том, что владельцам и сотрудникам таких заведений плевать на законы, все и так знают. Но в Кросспорте сегодня заверили. Нашли подход к бизнесменам и через два дня кафе уберут. Горожане такое решение поддерживают, но добавляют. Нужно не только от забегаловок избавляться. Здесь очень хороший вид посидеть именно на лавочках, может быть, отдохнуть. Ну и в принципе сам вид кафе, он очень ужасен. Набережная, конечно, желает лучшего. Еще что-нибудь интересное такое, благоустроить ее получше. Вот, пожалуйста, чем неинтересное место. Спортивная площадка рядом со стоком. Как здесь заниматься, не совсем понятно. Но вот этот мужчина, который называет себя контролером, уверяет, это не окончательный вариант. Каналы будут благоустроиваться, отсыпаться, либо бетонироваться. Сток воды будет более грамотно сделан. То есть, видите, сейчас не подрасчитали, но еще то, что не сдалось. Когда объект сдадут, пока не ясно. Но автор проекта, идейный вдохновитель новой набережной, архитектор Алексей Микота, говорит, все должно быть гармонично и красиво. За этой площадкой будет еще одна для пляжного волейбола. Появятся благоустроенные спуски к воде и кафе. Да, вы не ослышались, кафе. Только совсем другого формата. Сразу определяется регламент. Это штук 20 сортов хорошего кофе. Это десерт. И больше ничего. Это будет очень приятно, пикантно. Ты сидишь, зависаешь над этой природой. Есть это все понимание. Вопрос в том, что все это очень медленно и сложно. Потому что заложили мы это еще в прошлом году, в начале года. А сейчас посмотрим, что изменилось и изменилось ли на участке набережной от коммунального моста в сторону речного вокзала. Но пока все тот же опасный спуск. Все те же кафе и машины. Машины, машины. Здесь все куда сложнее. Это земля в федеральной собственности. А значит, у города меньше рычагов. Но все же они есть. Вопрос, пользуются ли ими. После инспекции депутаты и общественники обратились во все надзорные органы. В полицию и, конечно, в мэрию. Администрации города предложили запретить парковку и сделать безопасные спуски для мам и пандусы для людей с инвалидностью. На первое в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства заявили, парковка останется. И это не обсуждается. А пандусы? Давайте послушаем ответ. Сделать пандусы на существующих отечественных пролетах набережной достаточно сложно. В силу того, что угол наклона не обеспечит безопасный спуск людям с ограниченными возможностями. То есть для того, чтобы это реализовать, необходима разработка нового проекта. Когда этот проект будет готов, а главное, когда пандусы все-таки сделают, на этот вопрос ответа нет. Как, впрочем, и на то, уберут ли с этой части набережной кафе, нарушающие все нормы. Дарья Тарасенко, Александр Тропин. Новости ТВК. Ремонт через суд. Дома под управлением жилфонда начали приводить в порядок. Специалисты готовят отопительные системы к зиме, параллельно ведут ремонт подъездов и дворовых территорий. В планах у коммунальщиков 752 дома. Правда, повезло далеко не всем, а только тем жителям, что смогли сохранить или высудить свои деньги, накопленные до процедуры банкротства дочек жилфонда. Например, ремонт двухподъездного дома на проспекте Красноярский рабочий подрядчики оценили в полтора миллиона рублей. За эти средства здесь обновят штукатурку, поменяют общие двери на этажах, выложат кафель, заменят систему отопления. Новый лифт здесь установили в рамках программы капитального ремонта. Работы на всех объектах коммунальщики обещают выполнить до начала осени. Общественный вестибюль в Московской и Сталинской высотке может стать частным и перейти в собственность вице-премьера правительства страны Игоря Шувалова. Об этом сообщает Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией, куда обратились жители дома на Котельнической набережной. Собственники жилья сообщают о проведении общего собрания по инициативе доверенного лица Шувалова, где в повестке дня стоит вопрос о передаче общедомового имущества одному из жильцов дома. Для положительного исхода голосования нужно 100% голосов, а зная влиятельность соседа, люди не уверены, что процедура пройдет честно. Напомню, что ранее фонд борьбы с коррупцией сообщал, что первый заместитель председателя правительства страны Игорь Шувалов через юриста выкупил 10 квартир на 14 этаже в Сталинской высотке. Общая площадь недвижимости составляет 719 квадратных метров и 600 миллионов рублей рыночной стоимости. Тем временем российские чиновники выдвинули инициативу слить не только за доходами, но и за расходами населения. Основная заявленная цель властей – борьба с серыми зарплатами и финансовыми махинациями. Если инициатива будет утверждена, то любая дорогостоящая покупка автоматически привлечет внимание налоговой инспекции. Так, покупка нового автомобиля, на который копили много лет, может обернуться тщательной проверкой и, возможно, даже дачей объяснений в полиции. Однако экономисты уверяют, простых граждан это не коснется. – Простое население сейчас переживает не самые лучшие времена. Там мы видим реальное падение доходов. За май было 11%. Это самое большое падение доходов, которое вообще за историей наблюдения. Даже в 90-х годах, до месяца, так сильно не падали реальные доходы. Какие могут быть дорогостоящие покупки? Вопрос именно будет касаться, если, скажем, покупки, которые вообще не соответствуют доходам. Когда чиновник или кто-то, скажем так, непосредственная деятельность позволяет себе дома стоимостью сотни миллионов рублей, или квартира, или больше. Вот это основное. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника правового отдела Межрайонной инспекции Федеральной науковой службы по краю. Ее подозревают в получении взятки в крупном размере. В ходе обыска были обнаружены денежные средства. Это около 2,5 миллионов рублей и 2 тысячи евро. Кроме того, взятки деньгами за обвиняемые числицы бесплатное проживание в гостинице, взятые в аренду, транспортное средство и алкоголь на общую сумму 179 тысяч рублей. По версии следствия, передать взятку мог представитель одной из коммерческих фирм. В целях обеспечения возможного обвинительного приговора, следствием в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество задержанной. Это три квартиры, два автомобиля, а также денежные средства, изъятые в ходе обыска. В настоящее время происхождение денежных средств, изъятых в ходе обыска, устанавливается. А также устанавливаются другие обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается. Подосовка в Красноярском магазине вышла вторая часть инспекции федеральными журналистами. Об этом через 4 минуты. В Красноярске построят спортивный гипермаркет. Где и когда, расскажем в потребительских новостях, через 7 минут. А в третьей части выпуска расскажем об открытии жемчужины проспекта Красноярский рабочий. На строительство этого парка не потратили ни копейки из бюджета. Это новости ТВК, и мы продолжаем. Бык сбил женщину на мосту. Случай произошел около час назад на правом бережье, на Мичуринском мосту. По словам очевидцев, животное было без присмотра и набросилось на проходившую мимо женщину. На место выехала скорая помощь. Там же находится моя коллега Виктория Лопатайте. Она на связи по телефону. Вика, ждем от вас подробностей. Илья, это просто какой-то ужас. Сейчас мы видели этого БК. Он кинулся на нашего оператора. Он очень агрессивный. И сейчас уже выехала полиция. Пытается как-то его найти. Но правда, бык как будто невменяемый. Он кидается на всех к нему. Страшно подойти. Как рассказывают очевидцы, он задрал уже мужчину. Примерно в районе Красноярского рабочего, 72. Мужчина был с детьми. Ему удалось детей спрятать. Но в дальнейшем уже сам он встать не смог. Очевидцы говорят, что он был весь в крови. Вызвали скорую. Его увезли. И вот сейчас бык все еще на свободе. Он почему-то с какой-то веревкой на шее. Возможно, он куда-то сорвался. Поэтому вот сейчас моя просьба убедительная ко всем жителям правобережья быть поаккуратнее на улице. Потому что что ожидать от этого животного, непонятно. И мы будем продолжать искать быка. И расскажем уже все подробности в дальнейшем. Да, спасибо большое. Это была Виктория Лопатайте. Просьбы и к нашей съемочной группе тоже быть максимально осторожными. И напомню, что в районе Мичуринского моста бык напал на проходивших мимо красноярцев. На место выехала скорая помощь. В ходе выпуска, если появятся новые детали, мы обязательно к ним обратимся. В любом случае, новые подробности в 23.00. В эфире ночных новостей ТВК. Но мы продолжаем. Прямой маршрут до аэропорта Емельянова отменили. Причина – низкий пассажиропоток. Один-два человека за рейс. Приказ об отмене вступил в законную силу только 21 октября. Но 635-й автобус уже не возит горожан в аэропорт. Теперь добраться до Емельянова можно с помощью двух других маршрутов, пояснили в Министерстве транспорта. Доехать до аэропорта можно сегодня на 201 маршруте. Это Краснояржевый массив, аэропорт Емельянова. И 513 маршрут – это Красноярский, Дровый. На 513 автобусе до Емельянова можно добраться за 76 рублей. Билет на 201 маршрут стоит дешевле 70 рублей. На путь до аэропорта придется потратить на 15 минут больше из-за остановки в поселке Емельянова. Автобус отправляется с автовокзала каждые полчаса, начиная с 6 часов утра и до половины первого ночи. Билеты лучше покупать заранее, так как мест может не хватить. Если все же билет купить не успели, придется вызывать такси. Удовольствие это не из дешевых. Цена одной поездки может достигать тысяч рублей. К 2019 году Красноярский машиностроительный завод будет полностью реконструирован. Федерация выделила средства на техническую модернизацию. С ходом работ сегодня ознакомился губернатор Края Виктор Толоконский. Что даст региону переоборудование предприятия, расскажем в следующем материале. Это оборудование появилось на Красмаше несколько месяцев назад. Обновление цеха – один из этапов масштабной технической модернизации завода. На эти цели из федерального бюджета выделили 16 миллиардов рублей. Столь глобальных работ на Красмаше не видели с 60-х годов. Сегодня предприятие посетил губернатор Виктор Толоконский. Краевой знак отличия за трудовые заслуги врученный директору завода Александру Назарько скромное признание заслуг. Красмаш сегодня – основной изготовитель баллистических ракет и базового модуля для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». После модернизации руководство планирует закрепиться и на рынке комплектующих. У нас цех точного литья, модернизацию проходит. То есть возможности изготовления точного литья у нас расширяются в несколько раз. Значит, это сразу практически все потребители, то есть и СС, кто использует точное литье в своих технологиях, сразу придут к нам. До Нового года предприятие сдаст еще три обновленных корпуса. К 2019-му планируют завершить модернизацию всего производства. Причем пользу от проведенных работ почувствует не только оборонный сектор. Красмаш уделяет огромное внимание тому, чтобы эти мощности, эти современные реконструированные в соответствии с последним словом техники цеха, использовались бы для производства гражданской продукции. Это очень важно, поскольку это дает дополнительные средства предприятию. Один из таких примеров – кооперация крупных предприятий оборонной промышленности, в том числе и Красмаша, по производству оборудования для нефтеочистки. Это особенно важно в современных реалиях, когда меняется курс валют, а производители нуждаются в качественном оборудовании. Масштаб этой работы будет очень значительным, поскольку покупать почти вдвое дороже. Сегодня многие предприятия, которые особенно работают в рублевых зонах, работают на внутренний рынок, практически не могут. Им нужно делать оборудование, комплектующие детали делать здесь. По мнению губернатора, после реконструкции годовой объем на предприятии вырастет практически вдвое. Это не только увеличит налоговую отдачу, но и создаст основу для развития экономики в целом. Елизавета Курочкина, Виктория Лопатайте, Станислав Салтыков. Новости ПВК. Красноярские рынки и супермаркеты провалили проверку во второй раз. На федеральном канале вышел новый выпуск программы «Магазинно», где автор сюжета раскритиковал сибирский сервис за перебитые даты на сырах, отсутствие норм хранения продуктов и хамство продавцов. Съемки второй программы проходили в магазинах «Аллея Биксина» Говарова, универсами «Эскадра» по улице 60 лет Октября и на рынке Черемушки, где москвичам не удалось избежать разборок с охраной. В итоге красноярские торговые точки не получили от ведущего проекта Александра Молочко специальной наклейки. Напомню, что наша съемочная группа присутствовала во время этих проверок и видела все со стороны. Сюжет доступен на нашем сайте tvk6.ru. Сразу после рекламы очередная серия проекта «Небольшое путешествие». Сегодня о том, где и за сколько можно покататься на лошадях на природе. А через пять минут расскажем про гастроли выпускников ведущего театрального вуза страны. К нам едет школа МХАТ. Это новости ТВК, и мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Смесь сибирской культуры, национального колорита и современной обработки. В эти минуты на острове Татышев проходит фестиваль музыки и ремесел, среди участников хедлайнера «Мира Сибири». На месте работает и наша съемочная группа на прямой связи со студией. И корреспондент Захар Письменных. Захар, вот если красноярцы только сейчас узнают о том, что фестиваль идет, они еще успеют приехать и что-то увидеть? Да, Илья, добрый вечер. Можно не только, точнее, не только можно успеть, но и нужно успеть. Во-первых, несмотря на то, что фестиваль начался еще в три часа дня, продолжаться он будет до 23.00, поэтому можно приехать. И что немаловажно, можно уехать, потому что организаторы специально на время проведения этого фестиваля продлили работу нескольких автобусных маршрутов, которые останавливаются как раз здесь, на острове Татышев. Сейчас зачитаю. Как раз их 7-й, 23-й, 58-й, 60-й, 61-й, 85-й и 94-й. Они будут ходить допоздна, правда, после 22.00. Интервал их увеличится до 30 минут. Что касается именно творческой составляющей фестиваля, организаторы приготовили очень интересную именно вечернюю программу. Если днем это были различные мастер-классы, но также живые выступления, в общем, звезд на сцене, то вечером это такой большой-большой концерт. Причем концерт гостей из разных городов. Это москвичи, Абакан, Минусинск. Естественно, красноярские группы здесь выступают, поэтому должно быть очень интересно. Сейчас выступает Инна Желанная у нас. Как видно, людей становится все больше и больше. Но об этом более подробно уже после новостей будут гости, в том числе участники фестиваля. На этом пока все. Илья. Да, спасибо. Это был Захар Письменных на острове Татышев, где сейчас продолжается фестиваль в 20.30. В рубрике «Летнее интервью» в прямом эфире покажем самые яркие моменты выступления и пообщаемся с гостями. Но пока продолжая культурную тему. Школа-студия МХАТ в Красноярске. 18 июля упускники одного из ведущих театральных вузов страны выступят на красноярской сцене. В театре юного зрителя не покажут постановку Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Помимо выступления зрителей ждет часовой мастер-класс по актерскому мастерству. Еще один мастер-класс, но уже для красноярских артистов, проведет известный театральный режиссер, педагог школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков. За время тура молодой МХАТ Сибири, который стартовал 30 июня в Хакасе, планирует сыграть 8 спектаклей. Организаторы гастролей частный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» и российская индустриальная группа «Ен плюс групп». Билеты не продаются, так как спектакли благотворительны. Часть билетов распространят среди сотрудников промышленных предприятий, оставшиеся разыграют в социальных сетях. Получить пригласительные можно и в группе телекомпании «ТВК Красноярск ВКонтакте». Адрес сейчас на ваших экранах. Заходите и участвуйте. Камни, которые привезли за несколько сотен километров. Фигура от одного из самых известных скульпторов Красноярска на постаменте, который привезли из Малайзии. На проспекте Красноярский рабочий. Сегодня открылся новый небольшой сквер. Дворик сад. Именно так и называют это место идейные вдохновители. Сделан он в лучших европейских традициях. Расположился он рядом с новым отелем. И несмотря на небольшой размер, понравится всем местным жителям. Внутри есть фонтан, много зелени, скамейки и уникальная фигура с тремя совами. Сегодня сквер торжественно открыли. Его создатели надеются, что местные жители будут его беречь. Скульптурную композицию «Три совы» была изготовлена известным красноярским скульптором, архитектором Константином Зиничем. И он воссоздал отель «Снежная сова» и все, что сюда входит. Эта бронзовая статуя теперь украшает правобережье города Красноярска. Ну а пока в одном месте бизнесмены скверы создают в других местах. Уничтожают. Вандалы испортили несколько зеленых скульптур на правом берегу. Речь идет о сквере Корнетовском и парке Задыка имени Первого Мая. Пострадали сразу пять фигур. Это символы нашего города, часовня, пушка и лев, что в Корнеевском. Кроме того, пострадали скульптуры черепахи и лягушки. Озеленители предполагают, что кто-то из жителей хотел сфотографироваться на этих фигурах, а в итоге вырвал траву, обломал некоторые части и повредил цветы. Восстановить все обещают в ближайшее время, на этой или максимум следующей неделе. На очереди новая серия проекта «Небольшое путешествие». Наша съемочная группа продолжает искать интересные места для отдыха. На этот раз речь пойдет о путешествии, которые наверняка запомнятся любителям новых ощущений. Слово автору Виктории Лоботайте. Это «Небольшое путешествие». Сегодня оно специально для тех, кто не прочь испытать себя, проверить на выносливость и смелость. Мы приехали на Конный двор. Запоминайте дорогу, езжайте по М53 прямиком в Эмильяново, в поселке держите курс на улицу Комсомольскую. 28 километров, около получаса в пути, чуть меньше двух литров бензина на 67 рублей. Животное большое, эмоциональное тоже, видите, оно там где-то мух отгоняет, где-то еще что-то. Где-то хочет поесть, где-то хочет гордой пошевелить. В общем, шевелится. Майка, так зовут мою спутницу, энергичная, но спокойная лошадь. Подбор животного для клиента лишь с первого взгляда процедура стандартная. На самом же деле это целый психофизический ритуал. Всадник и лошадь должны быть совместимы. Стоимость прогулки начинается от 800 рублей за 50 минут. За 2000 можно приобрести многочасовой тур вдоль качи с пикником. В эту стоимость входит инструктаж по технике безопасности, и это важно. Важно знать и понимать, и принимать то, что лошадь это животное, это не велосипед, на котором можно сесть и поехать спокойно и легко. Могут возникнуть трудности. Нельзя пренебрегать техникой безопасности, прежде всего. Нельзя пренебрегать словами инструктора, который с вами идет. И нельзя быть уверенным на 100%, что ты все умеешь и знаешь. Главное найти баланс между робостью и уверенностью. А сделать это не так просто. Понадобится время, чтобы найти друг другу подход. Есть несколько советов, как получить от прогулки только позитивные эмоции. Во-первых, одежда должна быть удобной. Не рекомендуется отправляться к лошадям в шортах или бриджах. Обязательно наличие шлема, но об этом позаботятся инструкторы. В остальном такое путешествие подойдет для тех, кто устал от пеших прогулок, но жаждет новых впечатлений. Отдыхайте насыщенно, а мы едем дальше. Виктория Лопатайзи, Виталий Сухов.